Всем привет! Сегодня я был на стрельбище, по средам иногда стараюсь вырваться хотя бы на три часика, чтобы побыть в лесу. Стрельбище находится в лесу, это клуб охотников. Мне очень нравится туда заезжать, там собираются американцы. Ну разные в принципе люди, не только американцы, в основном американцы, которые толк знают в этом деле. Сегодня я стрелял из оружия, даже не знаю как их характеризовать, это правильно, с оружия с небольшими стволами, меньше 16 инчей. Вот я вам покажу сейчас, у меня есть вот такой карабинчик. Это не карабинчик, он называется Pistol. Pistol, значит Red Green Dot стоит здесь на нём. Значит патроны подходят 223 и 556. Вот, в общем, достаточно хорошее оружие, очень хорошее оружие, мне оно очень понравилось, единственное, ребята, ой, даже не знаю сколько здесь ствол, или 7, или 9, или 11 инчей, даже не мерил, не помню сейчас. Вот, в общем, на такую длину до 16 инчей не разрешается приклад. Вот, вот так вот, типа, стреляйте, смотрите. Значит, в общем, неплохая штука, единственное, что плохо, не все патроны она глотает. Значит, я сегодня отстрелял патронами, сейчас я вам покажу, нет, я бумажку бросил, вот, патроны, которые очень хорошо, это AR-очка восприняло это вот эти. На короткий ствол, 62 грейна, фулл метал джакет, бла-бла-бла, в общем, 223 рем, это работало как часики, ни одного сбоя. Я выстрелил целый магазин, вот такой, ничего, начал стрелять нашими российскими патронами, и я не смог стрелять, в общем-то. Почему? Ну, почему-то постоянно затыкает, то гильзу не выбрасывает, то ещё что-то. В общем, на другой AR-ке, на большой, они идут нормально. Вот на этой, с укороченным стволом, вот этот AR-пистол, почему-то не хочет. Хорошо выглядит, хорошо, видите, неплохо совсем выглядит, очень удобненькая, очень хорошо работает всё. Так что, в принципе, можно стрелять из такого оружия, вот с таким стволом. Ну, это одна часть. Сейчас я вам покажу другое, другое оружие, которое сегодня я испытывал. Первый раз я пострелял сегодня вот с этого карабина. Ствол 16 инчей. Поэтому к нему есть приклад. Выпускает вот эту игрушку Кельтек. Кельтек, значит, выпустил первую, первое поколение, сейчас выпустил второе поколение, доработанное. Вот, и раскладывается очень удобно. Здесь много они ещё сделали. Вот, пожалуйста, уже можно стрелять. Да? То есть, уже можно стрелять с него и достаточно неплохо. После того, как я сегодня отстрелял три магазина, вот, два по 32 патрона, два по 32 патрона, видите, даже один 33, наверное, и второй, я не знаю, наверное, сколько здесь, 16 патронов. Значит, проблем вообще никаких не было с разными патронами. Единственное, что мне не понравилось, сегодня я испытывал алюминиевые патроны, алюминиевая гильза. Это такая ерунда, которую лучше не покупать. Ну, я просто для любопытства взял, значит, попробовал. Очень неплохо смотрится. Магазины подходят к ГЛОКу 17-му и другим ГЛОКам, которые, ну, как бы, работают. Вот, 32-33 патрона можно заряжать и можно, в общем-то, неплохо стрелять. Единственное, что здесь нужно купить резиновую такую накладочку, чтобы плечо не отбивало, потому что, если много стрелять, то чувствуется. И вот сюда на эту продаётся тоже такая типа резиновая трубка, которая одевается, чтобы щека не лежала на металле. Всё остальное мне очень понравилось. В общем, я очень доволен вот этой покупкой. Кстати, благодаря новому президенту у нас цены упали. на оружие сейчас, на боеприпасы начали падать. Вот, смотрите, маленькие, 16-инчей, можно вкладывать в любой рюкзачок и наслаждаться вот этим удовольствием. Хорошо. Это следующее. И ещё один сюрприз сегодня. Это вот коробочка с Ругером. Ругер, который не так давно выпустили, мелкокалиберный. Как бы вам тут показать, вот так, чтобы вы посмотрели. Вот в разобранном виде он в таком чемоданчике собирается очень легко. Смотрите, размер это вот ладонь совсем-совсем небольшой. Значит, если взять линеечку в сантиметрах, в сантиметрах, ну, в общем, 25 получается 25 сантиметров. Да? Вот, 25 сантиметров в инчах это, если полностью от начала до конца, это 10-инчей, а так получается 9, меньше 9-инчей. Синтетическое всё сделано и собирается, смотрите, вставляешь ствол, поворачиваешь, всё, он готов к работе. Также я поставил Барско недорогой значит, Green и Red Dot. Сегодня немножко поднастраивал его. Сюда крепятся ножки, вот, можно сошки, ножки прикрепить или так, или так, кому как удобней. Вот, и магазинчик с ним шёл на 15 патронов. Вот, выглядит вот так. Вот, типа вот так. Да? Значит, очень удобно. Можно магазины побольше ставить, можно на 10 патронов ставить. Red Dot я думаю поменять, я думаю поставить пистолетную оптику, пистолетный скоб как-то. Ребят, вылетают слова некоторые из головы уже. Вот. Ну, во всяком случае, я сегодня стрелял всё на 25 ярдов, то есть, почти 25 метров. все вот эти три образца показали себя очень хорошо. Значит, этот пистолет, если можно сказать полуавтоматический, называется Ruger 22 Charger. Так, вот, чтобы вы могли увидеть. Charger. Вот. В общем, вот такая у меня сегодня была развлекалочка. Я по сегодня хорошо отдохнул. Три часа, правда, не так долго, хотелось больше. Пообщался с любителями стрелкового оружия. Вот. В следующих видео расскажу немножко о некоторых законах, которые у нас в штатах существуют. Особенно больше расскажу о штате Вашингтон. Ну, сейчас всем хорошего настроения. Берегите себя. Пока.